ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Значит, прошло не так много времени в нашей работе, но, тем не менее, я так понимаю, накопилась масса уже вопросов и у вас, и у нас к вам есть вопросы. Потому, чтобы не тянуть и не затягивать наше драгоценное время и ваше, просьба, излагайте свои вопросы. В каком порядке? Сейчас Анатолий Владимирович это определит. Пожалуйста, разрешите мне тоже поздравить вас с новым этапом работы. Хотелось бы, чтобы этот этап был благотворный, взаимовыгодный. С точки зрения, мы вам даем информацию, вы ее обрабатываете и объективно вы даете читателям. Я уверен, что у нас получится нормальное взаимоотношение на различных уровнях. Я хочу еще раз напомнить слова тогда еще кандидата в президенты Федерации футбола Анатолия Дмитриевича Конькова. Он открыт к общению. Этот принцип заложен в работу нынешнего состава Федерации футбола Украины. На все вопросы, которые будут вам поставлены, вы получите исчерпывающие ответы на уровне компетенции, которые мы владеем. Но ни одного вопроса не останется без внимания. Мы специально избрали такой формат с Анатолием Дмитриевичем. Мы обсуждали. У нас не будет спикеров, у нас не будет людей, которые будут ограничивать, останавливать кого-то, кому-то больше давать времени, кому-то меньше. Давайте мы так отработаем такую методологию, взаимное уважение, респект, то, что проповедует УЕФА. Мы его будем придерживаться, надеюсь, и сегодня, и в нашей последующей работе. Есть предложение, каким образом нам работать. Человек, который хочет задать вопрос, поднимает руку, называет имя, фамилию, издание, которое он представляет, и задает вопрос. Получив ответ, если нужно разъяснение какое-то, даем разъяснение. Следующий вопрос в таком же плане. Устраивает такой принцип работы? Или есть какие-то другие предложения? Лаштовая. Так, тогда будем уважать и все задовольные. Будь ласка, у вас есть пытания? Будь ласка. Добрый день, Анатолий Дмитриевич. Прежде всего, примите поздравления с прошедшим днем рождения. Спасибо. Всего хорошего, здоровья, самое главное, ну и удачи на новой должности. Спасибо. Вопрос у меня такой, извините, пожалуйста, Валерий Новобранец, газета «Команда». Вопрос у меня такого плана. Проясните, пожалуйста, где проведет сборная Украины свой первый домашний матч в нынешнем отборочном цикле, и какова судьба тренерского штаба молодежной сборной? Спасибо. Ну, я думаю, что первый матч, который проведет наша сборная в этом отборочном турнире, домашний. Мы проведем его, конечно, в городе Героя Киеве. Это да. Почему затянули мы с информацией об этом матче? Есть определенные моменты, когда мы не можем давать ту информацию преждевременную, когда не отработаны. Ценовая политика билетов там и так далее, и так далее. Сегодня это все фирма нашей Федерации под руководством Владимира Григорьевича Лашкула отработала, и мы готовы дать информацию, во все средства массовой информации, о том, что матч состоится в городе Киеве на Олимпийском стадионе. По второму вопросу, по нашему Павлу Александровичу Яковенко. Сегодня мы, Федерация футбола Украины, говорим о том, что мы перестраиваем потихонечку работу самой Федерации и ее структурных подразделений. Вышли на принцип какой? Создаем, он был комитет этот, он и остается дальше работать по ходу организации. Сегодня мы завтра на исполкоме утвердим председателя комитета Фоменко Михаила Ивановича. Вот на эту должность потом уже дадим поручение Михаилу Ивановичу Фоменко, как руководителю этого комитета сборных, дадим ему поручение, чтобы он подобрал необходимый штат сотрудников, которые нужно. Создал при этом комитете тренерский совет. И только потом мы вернемся к вопросу с Павлом Александровичем. Следующий вопрос. Пожалуйста. Олег Ящук, телеканал Футбол. Анатолий Дмитриевич, вас, как ищет коллега, уже приветствовал. С днем народа в минувшем тоже приедемо к приветствиям. И все же таки, насколько этот день народа, цегоречный, отличается от предыдущих? Оскільки у вас уже новая посада, щельный график. Вы знаете, дело в том, что я вчера взял себе выходной день, просто ретировался из федерации и сказал, что я улетел. Почему? Потому что этот день был бы не рабочий. Потому что очень много звонков, очень много поздравлений. А в этот день работать, когда такие идут поздравления, оно как-то не получается. Потому что весь день я провел в определенном месте, закрылся, в общем, как-то так. Вопрос следующий. Конечно, отличался от других дней моих рождений, потому что большое количество людей всегда звонят поздравляют. Но в этот раз я вам уже все сказал. Чуть-чуть больше, да. Следующий вопрос. Анатолий Волков, газета «Украинский футбол». Анатолий Дмитрович, у днями у вас произошел встречи с Пиролиджи Колиновичем. Могли бы вы рассказать детально, в каком контексте произошел встречи, какие перспективы итальянцы оставить на своей посаде? Дякую. Ну, я бы хотел, чтобы на этот вопрос, наверное, ответил Анатолий Владимирович. Почему? Потому что он судейский человек. У нас, в принципе, очень долго и плодотворно занимался судейством. У него в этом плане большие есть познания. Та беседа, которая у нас прошла с Колиной, и она проходила очень плодотворно, очень доброжелательно. А детали этой беседы расскажет Анатолий Владимирович? Значит, в беседе принимали участие Анатолий Дмитрович Коньков, Виталий Богданович Данилов, как вице-президент Федерации футбола и президент премьер-лигии, и ваш покорный слуга. Прежде всего, я хочу подтвердить слова Анатолия Дмитровича. Абсолютно толерантная беседа в хорошем настроении сторон. И беседа была связана с одним вопросом. Этот вопрос, как бы, задавал Калина нам, какова дальнейшая судьба его в связи с тем, что пришло новое руководство федерации. Был ответ однозначный, та, которая предопределена его контрактом. Значит, его контракт пролонгирован, вы знаете, в этом году еще на три года. Мы, как законопослушные граждане Украины, должны выполнять условия контракта. Все детали контракта оговорены, и мы продолжаем эту работу. Естественно, мы обозначили вопросы, которые нам уже задают ваши коллеги. Вы, в частности, допустим, такие вопросы интересные задают. А как Коньков будет решать вопросы судейства? Первый вопрос. Второй вопрос. Более интересный. На одном из телеканалов. Вот пришел Коньков, приступил к работе, а скандалов судейства меньше не стало. Это в эфир, говорит. Вдумайтесь в эти слова. Действительно, озабочены мы состоянием судейства, потому что это не новость для вас. Много возникает, к сожалению, игровых ситуаций, в которых суди принимают неоднозначные решения. Потом жалобы в прессе выступления и футболистов, и тренеров. Конечно, мы попытаемся. И об этом сказал Анатолий Дмитриевич, куратору судейства в Украине. Мы попытаемся, он так тоже реагирует на эти вещи, в некоторых вопросах даже, можно сказать, болезненно, и его понимать тоже в этом плане нужно. Он пытается, это его слова, привнести свой опыт организатора судейства в Европе, который у него есть, высококлассного судьи в прошлом, и этот опыт для того, чтобы поднять наше судейство на более высокий уровень. Как это удается ему? Вам судить, но на сегодняшний день ситуация рассматривается следующим образом. Федерация футбола в лице президента Анатолия Дмитриевича Конькова дала гарантию Кире Луджи-Калину, что все, что он подписал с Федерацией футбола в части обязанностей Федерации футбола будет неукоснительно выполняться. Вот такова ситуация на данный момент. Вопросы? Пожалуйста, так, кто там... Нет, у вас второй вопрос, пожалуйста, у кого еще не было вопросов. Будьте любезны. Александр Копольников, журнал «Футбол», который Анатолий Дмитриевич очень любит. У меня несколько вопросов, если можно, и обоим участникам. Какие обязанности первых вице-президентов и вице-президентов Федерации? Что Анатолий Дмитриевич успел уже сделать за время, которое он руководит Федерацией? Следующий вопрос. Вы говорили, что будет сокращена на треть штат Федерации. Что вы делаете тоже по этому вопросу? И вы говорили о ценовой политике, которая на первый матч уже утверждена. Почем будут билеты на Черногорию? Я на честное вопрос. С вашего позволения я начну. По распределению функциональных обязанностей. Значит, сейчас этот вопрос в работе. Если вам... Вы заглядывали на сайт, да, там была критика по сайту. Я думаю, будут еще вопросы. Хотелось бы... Да, коллеги. Вот те вопросы, которые проходили в прессе, в различном контексте, у меня просьба, задавайте их, потому что мы не все запомнили. Там ряд вопросов было очень интересных, специфических назовем. Мы готовы ответить, просто мы можем забыть. Вы не стесняйтесь, задавайте. Что касается вашего вопроса по распределению обязанностей. Конечно же, сейчас эти обязанности готовы. Более того, в контексте... Сейчас мы реформируем несколько президиумов Федерации футбола. И на сайте Федерации футбола уже есть повестка дня на 25 число заседания исполкома. В том числе там будет о президиуме. Вот когда мы утвердим президиум, мы с учетом этого доработаем функциональные обязанности, и тогда уже вам они станут... Утвердим их на исполкоме, и они вам станут известны. Проекты уже этих документов готовы. Так, вторая часть вопроса. Да, после 25 числа вы можете, будет после исполкома брифинг, как всегда это принято, и вы получите на это... Так, следующая часть вопроса, что... Я очень прошел сокращение штабной федерации, о чем говорил... Да, теперь насчет сокращения. Да, действительно, об этом Анатолий Бердисович сказал, но я хочу заметить, что ни один сотрудник на сегодняшний день сокращен не был. По воле президента федерации футбола или какого-либо другого руководителя. Значит, этот вопрос есть в повестке дня. Он звучит так. Так, правы и значения консалтинговой компании за разработкой пропозиции, что до оптимизации управленской и организационной структуры ФФУ. О чем идет речь? Значит, это опять-таки было предложение Анатолия Дмитриевича. Оптимизировать структуру управления федерацией футбола. Мы не говорим, что она была неэффективна. Мы не говорим, что мы что-то построим уникальное. А мы говорим честно, глядя вам в глаза. Мы не специалисты по построению управленческой структуры. Насколько я знаю, у нас в стране тоже специалистов таких мало. И было одно руководство, потом другое, потом третье, я имею в виду за время существования независимой Украины, сейчас четвертое руководство Федерации футбола. И каждый из руководителей, по своему мнению, на ИТИ строит структуру. Наверное, это не лучший вариант. Поэтому мы дали задание Анатолию Дмитриевичу, в частности, исполнительному директору, чтобы он подыскал несколько компаний с мировым именем. И они изучили ситуацию, которая существует в Европе, в мире. Эти компании, имеющие опыт построения структур для различных бизнес-компаний с серьезными успехами, чтобы они изучили нашу работу на протяжении вот этих лет независимости, чтобы они изучили работу FIFA, UEFA, ведущих европейских футбольных держав, а также стран, которые по менталитету близки к нам. И предложили свое видение, отработали, потом предложили свое видение. Значит, таких компаний уже две, на конкурсной основе, на исполкоме, после презентации этих компаний, их видения, построения данного процесса, будет выбрана одна, с ней будет заключен договор, и она предложит соответствующую структуру. Вот такова, значит, ситуация на сегодняшний день. Поэтому, когда будет готова эта структура, тогда мы посмотрим. Естественно, идет вопрос об оптимизации количественного состава. Это естественно. Неоднократно говорилось о том, что штаты несколько раздуты. Более двухсот человек в федерации футбола. Поэтому, наверное, нужно здесь навести в этом плане какой-то порядок. Но не мы. Люди сами поувольнялись, сотрудники. Вот передо мной приказ, подписан, 28 числом. Значит, 13 человек во главе с председателем, а вернее у него должность какая, я скажу, руководителем управления информационной политики Федерации футбола. 13 человек 31 числа были уволены по собственному желанию. Конгресс на сайте у нас некоторые есть пробукцовки, проблемы, потому что мы не ожидали такого поворота дела, событий. Значит, такое массовое увольнение. Чем оно было вызвано? Я думаю, интересный вопрос. И учитывая то, что сейчас пресса, мне это очень нравится. Детально докапывается до нюансов, до ситуаций. Я думаю, эта ситуация вам будет полезна для того, чтобы ее изучили. Может быть, нам расскажете тоже, как это все произошло. А потом в прессе возникает вопрос. А как же так? Работает коллектив. На сайте никакой информации. Ничего нет. Осталось несколько человек. Остальные уволились. Но есть еще вопросы. Есть же законодательство у нас в стране. А согласно этого законодательства, за 2 недели человек должен написать заявление. Заявления написаны, уволились с 31-го, заявления написаны одни 20-го, другие 23-го, 3-е 27-го, 0-8-го. Есть, правда, в законодательстве такая фраза, которая позволяет это сделать. В разе, когда заявка працанника про звольнение с работы за собственным желанием, с умоленой неможностью продолжить работу в Душках, переезд на новое место проживания, переведение человека или дружины на работу в другую местную местность, вступ до учебного заклада, неможность проживания в данной местности, подтверждена медическим висновком вагітність, догляд за дитиною до достигнення нею 14-ти річного віку, або дитино-инвалидом, догляд за хворим членом семьи и так далее. На счастье, як мені здається, таких причин поважних не было. Однако решение было принято попередним складом керівництва Федерації футбола. И мы залишилися без фаховых работников, и на сегодняшний день мы в таком плане и работаем. Это щодо звольнение нынешнего керівництва Федерації футбола. Я маю надію, що наші колеги-корреспонденти вивчатся питання, і тоді, мабуть, це буде цікава тема, як це вийшло на користь українського футболу. Перше за все. Так, які ще питання у вас? Последній було ценової політики на матчі. Ценової політики на матчі. Да, ну вот сегодня ми можемо говорити о том, що я вам сказав, що сегодня ми маємо таку можливість. Ми вам можемо раздати кожному на руки вот таку розвернути інформацію, де є стадион, вміщаємість стадиона, трибуни, розписані сектора, і тут є ціни на білет. Ми вам після пресс-конференції ви дадімо це все. Единіше, я можу додавити, що ціни, як би, согласовані з НСК Олимпийській, ціни приємливі, значить, максимальна ціна 300, і тут ціни минимальні 40-30 гривень. Як би, політика ціновая, общепринятая, будем так говорить, цінини, 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 кіниціціціціоні, які опитні, це Україна Футбол Інтернешн, Владюска Лачку лігаляє ціну структуру, і вони, згадувалися з НСК Олимпийські, прийшли к такому заключенню. Ми, як би, не відбували. Пока такая ситуация. Следующий вопрос, пожалуйста. Да, пожалуйста. Доброго дня, Артур Валерко, сайт Football.ua. У меня вопрос, которое касается развития низового и аматорского футбола. У ваших выборчих программах вы приделали много внимания к этому вопросу. Хотелось бы детальнее узнать о вашем ставлении до тих втрат, которые наш низовый футбол остальными руками, до возникновения клубов нижних лёг. Конечно, хотелось бы узнать вашу думку относительно региональной лёгии как новаторства в нашем футболе и каким вы видите współпростью с профессиональной футбольной лёгой в будущем. Ну, во-первых, я хочу ответить на первую часть вопроса по поводу массовости футбола. Да, в моей программе эта красная линия проходила. Массовость и детско-юношеский футбол особенно. Значит, сегодня, вернее, 25 числа на исполкоме будет мной дано поручение Анатолию Владимировичу Попову. Организовать группу специалистов, его как главой этого органа, организовать группу специалистов, которая будет работать. Они уже работают, но мы этому придадим официальный статус. Будет работать, заниматься, вот тем вопросом, о котором вы сказали, развитием комплексной программы футбола. Комплексная программа развития футбола. Значит, её каркас есть. Много очень есть информации, но для того, чтобы это систематизировать, всё это привести в должный уровень, нужно немножко времени, и мы такую группу создадим под руководством Анатолия Владимировича, и она вплотную займётся этим вопросом. Всё это мы, то, что мы накопили массу информации, когда я объехал всю нашу футбольную Украину, в каждом уголочке я побывал, то нам люди позадавали очень серьёзные и очень справедливые вопросы. Они будут все отражены в этой программе, и по этой программе мы начнём работать. Я продолжу. Значит, в части оптимизации структуры, я бы так сказал. Здесь нам нужно объединить серьёзные вещи. С одной стороны, профессиональный футбол, с другой стороны, подтянуть массовый футбол. Ситуация непростая. Вот есть много предложений, и здесь многие знакомые идут диспуты уже много лет о создании каких-то там буферных групп, каких-то полупрофессиональных так называемых. Их можно называть как угодно. Уже работу определённую ведёт в этом плане ПФЛ, занимается этим же вопросом. Премьер-лига. В чём сложность? Сложность в статусе. Потому что если у нас есть статус профессионала, он есть футболист, может быть, или профессионал, или аматор. Мы хотим, есть предложение, нечто среднее. Но здесь возникают серьёзные последствия, могут возникнуть. Это контракт. Можно ли по законодательству заключать контракт с непрофессионалом? Первый вопрос. Это защита этого футболиста, социальная защита. Это страхование. Если с этим футболистом кто-то на первенстве области, он играет за завод, случится несчастье. Кто за это ответит? Кто будет лечить этого футболиста? И так далее, и так далее. Вы понимаете, здесь много юридических есть нюансов, которые нужно учесть. Поверьте мне, работа эта идёт. Сейчас мы к ней вернёмся для того, чтобы оптимизировать. Да, мы понимаем, что сегодня у нас много профессиональных команд, особенно во второй лиге, которые не дотягивают, мягко говоря, до этого статуса. И, конечно же, нужно решать эту задачу. Но рубить с плеча тоже тяжело. Вы же знаете, что у нас порой футбол на местах, он и жизнится на вот этих профессиональных командах. Как только уйдёт команда, уходит всё, что с ней связано. Вся структура уходит. Уходит меценат, поддержка. А это зачастую частный бизнес. Вы знаете, сегодня государство мало укладывает денег, и это правильно. Профессиональные виды спорта – это федерации в некоторых видах спорта. А в основном, в частности, в футболе – это бизнес. Значит, здесь надо очень аккуратно. Здесь нужно тоненько-тоненько работать, потому что можно раз рубануть, и потом будут серьёзные последствия. Я дополню немножко. Дело в том, что когда я ездил по нашим всем футбольным осредкам, так сказать, очень много было критики со стороны людей по поводу проведения соревнований на уровне второй и первой лигу. Вопросов масса. То, о чём говорит Анатолий Владимирович, вопросов масса. Сегодня я не готов дать каких-то конкретных рекомендаций по тому и другому. Это всё изучается. Поймите, это очень большой и кропотливый труд. Потому сегодня сказать о том, что мы, допустим, там нет. Сегодня всю информацию, которую мы собираем и подбираем, и её притворяем в написание этой комплексной программы, мы её тысячу раз фильтруем, и тысячу раз советуемся с юристами и так далее, и теми людьми, которые непосредственно потом будут принимать участие в заключении этой программы, её написании и подписании её правительством. А предложений есть масса. Те, которые мы выберем, мы постараемся сделать так, чтобы они были наиболее оптимальны и приемлемы к нашим условиям и жизни. Вопросы? Вопросы? Да. Василий Петрович, президент САЦЕМАТОРСКОЙ Украины. Всего приговорить, надо питанье у вас. Анатолий Дмитриевич и Анатолий Рудиниев. Значит, сегодня вы, дякую вам, и от имени фахивцев, особенно болевальников, за то, что вы проехали все региони. Это впервые в Украине произошло. Жоден кандидат президента не объехал эти региони и даже не мав намер их убежать. И находятся в Захидном регионе на протяжении места, то есть в отпуске 20 дней и 5 дней на финале чемпионата Украины среди аматорских команд, который проходил период с 10 по 15 вересня этого года на Ивано-Франківщине. Хочу поддякувать вам от имени болевальников, от имени фахивцев за ту поддержку, которую вы обещали давать аматорскому футболу, и всем маслом футболу. Но из этого уровня вопроса, сегодня я довожу вас такую информацию. Асоциация аматорского футбола Украины каждый год делает развернутый доводник массового футбола, начиная из чемпионатов районов, мест, областей и всеукраинскими соревнованиями, которые проводятся щорячно. И для журналистов доводят такую информацию. По подсумкам, этого года будет сделан такой... У меня просьба все-таки... Питание, не выступление. Значит, питание с приводу. Значит, на сегодняшний день команды, которые представляют другую лігу, никакой ценности в плане спортивного, то есть наличие на русской мове, да и США, что требует рекламу, и так далее, фактически две трети не имеют. Сформулюйте, будь ласка, питание. Не вважаете вы сделать четыре зональные зоны по 10-12 команд наступного года, которые бы гидно конкурировали между собой и играли в чемпионате Украины среди аматоров, то есть порядка 40-46 команд наступного року. Значит, вопрос понятен. Уважаемый коллеги, давайте договоримся так. Лаконично вопрос, это у нас не выступление, вопрос задаем. Вопрос нам понятен абсолютно. Вопрос близок очень к Анатолию Дмитриевичу, потому что он начинал свою работу в Федерации футбола, возглавлял... 96 команд было коллектива физкультуры, и была еще переходная лига между коллективом физкультуры и второй лигой. Это мне довольно знакомо. Допустим, тот вопрос, который вы сегодня задаете, ломать же не строить, вы понимаете, в чем дело. Можно все закрыть, можно вторые лиги перевести, коллективы или ниже еще перевести. Давайте мы не спешить с этими вопросами, которые не созрели для того, чтобы мы их решали. Если плохо управляет сегодня премьер-лига или ПФЛ, плохо управляет там человек, это не значит, что надо прекратить деятельность этой организации, надо улучшить работу, может быть, посмотреть, каким образом можно помочь на данном этапе улучшить работу, а дальше посмотреть, каким образом подходить к вопросам коллектива физкультуры, то, о чем вы говорили, о массовом футболе. Так, вопрос, пожалуйста. Дмитро Поверзенюк, программа про футбол. У меня два очень коротких вопроса. Те, что нужна программа, зрозуміло, потребуется какой-то час, чтобы все подготовить. Но есть конкретные, уже завдания, которые нужно сделать. На деле грают Дніпро с Жемчужиной в Кубке Украины. Вот Жемчужина написала лист, что футболисты просто не выйдут на этот матч, потому что у них заборгованность величезна по зарплате. Вот как конкретно в этой ситуации нужно? Как вы будете действовать? Я хотел бы, чтобы мы разграничивали функции Федерации футбола и функции профессиональной футбольной лиги и премьер-лиги. Вы знаете, полномочия по проведению соревнований среди профессиональных команд, переданных соответствующим лидам. Это их парафия, это их функции. Поэтому, как они разберутся, мы посмотрим. Если хорошо, честь и хвала. Если нет, тогда будем мы уже разбираться. Есть дисциплинарные органы, есть комитет по аттестации. Так что есть структуры, которые сумеют это сделать. Не выходить на поле, это не лучший вариант, естественно. Но если есть задолженность, то, конечно же, уже такое, мы в курсе дела этой информации, уже соответствующее задание дано профильным, будем так говорить, комитетам, которые занимаются данной проблематикой. Это не красит наш футбол. Это проблема нашего футбола. Это беда нашего футбола. Конечно же, мы попытаемся как-то урегулировать. Но мы не снимаем, к сожалению, проблему в целом. Да, невыплаты зарплат есть, задолженности есть и в командах более серьезного уровня. Это беда. Будем потихонечку вместе пытаться решить эту задачу. Так, следующий вопрос. Вы что-то еще хотели сказать? Хотели просто от вас почути какие-то комментарии, оскільки сегодня у нас больше пан Пупов выступает. Можливо, вы просто доставите. То есть на это такое же запитание. Ну, понимаете, мы никогда и в дальнейшем никогда через ступеньки не будем перепрыгивать. Надо постепенно идти. Если мы посоздавали, извините, что так говорю, органы, те, которые им положено решать, мы будем сначала отправлять в эти органы всю ту документацию, которая поступает, в том числе и ваш вопрос. Отдавать для того, чтобы принимали решение люди компетентные, грамотные и толковые. Пусть они принимают решение. Если это решение не будет удовлетворять общественность, или, допустим, тех людей, мы дальше пойдем. Вы понимаете, не мне оценивать уровень журналиста. Я не журналист, в общем-то, не пытаюсь себя выдавать за какого-то феномена. Я занимаюсь проблемами футбола. Оценивать уровень журналистики, должен тот человек, который, допустим, наверное, в этой, будем говорить, среде пообщался, поварился и может дать какую-то оценку тому или иному высказыванию действий и так далее. Для меня журналистика – это тот инструмент, который должен помогать развивать футбол в Украине, помогать и способствовать. Главный редактор газеты «Киевский футбол» Віталія Тарасенко. Антону Дмитриевичу, я хочу вам подякувати. Через 8 лет мы с вами встречались на величком подвале, которую на «Червоно-Ромейське» выдавали интервью для наших газет. Дуже приятно, згадуємо цей час, але мова не про це. Мова про те, що ми говорили сьогодні про аматорський і масовий футбол, то я все-таки вважаю, що є аматорський футбол, а є масовий футбол. От ми конкретно, газета «Киевский футбол» є ініціатор і організатор масового футболу. Ми вже шостий рік поспіль проводимо турнір тут, на Баніково, серед будівельників. І також ми проводимо турнір, в жовтні будемо проводити шостий Кубок Федерації футболу України. Тому ми хочемо, щоб ви підтримали ці турніри, і ми будемо і надалі їх проводити. Це перше таке. І на базі одного з турніров ми створили збірну будівельників, які будували об'єкти до Євро-2012. І сьомого жовтня, я запрошую і вас, і колег, ми будемо грати на НСК Олімпійські. Це повторна гра, першу гру ми зіграли 15 жовтня 2011 року на арену Гданськ. Олег, у мене убедительні просьби. Значить, це пресс-конференція у нас. Я розумію, що... Запитання у мене таке, я зрозумів. Я зрозумів, Анатолій Володимирович, вибачте. Я зрозумів. В нашій газеті той матеріал, який ми з вами зробили, називається «Принципам не зраджують, принципи удосконалюють». Це перше до вас запитання. Скажіть, будь ласка, які ваші принципи, що ви хочете удосконалити в тій галузі, який ви зараз працюєте? І друге запитання, яке стосується дійсно київського футболу. Скажіть, будь ласка, що буде змінено в Києві в плані всього футболу? У нас 206 клубів, і ці клуби, ну, по великому рахунку, поки що не діють до кінця. Будь ласка. Ну, на перший питання я вам відповію. У мене були і є, і залишається, в принципі, честність, порядність і відкритість во всіх питаннях, які ми з вами розглянемо. Це не тільки кисається футболу, це кисається життя. По второму питанню, київський футбол. Ну, по київський футбол, надо говорить особо, тому що є у нас федерация футболу в городі Києва, її возглавляє. Ну, в общем-то, доволі авторитетний чоловік ведет футбол. Ну, то, що ми хочемо зробити для футболу, немножко переставити акцент, в плані соревнований, які проводяться, в плані оцінки цих соревнований, в плані оцінки футболистов і команд і т.д. Чому? Тому що, якщо ми говоримо о масовості, то, наверное, там не найголовній результат, а найголовній – виспитання. Ось ці речі ми хочемо проводити в житті. Так, секунду, я випадився. Вопрос был. Спорт-экспресс. Михаил Спиваковський. Два вопроса конкретних. Анатолий Дмитрич, первое. Какова Ваша позиция по поводу лимита легионеров? Вопрос такой достаточно противоречивый, мнения разнятся. Сохранится ли соотношение 7-4? Некоторые предлагают вообще его просто устранить. И второй вопрос. Есть ли какая-то конкретная информация по поводу известного нам всем дела металлист Карпаты Лозаннского арбитражного суда, поскольку это имиджевый вопрос для українського футбола, и что-то затягивается процесс, а все-таки судьба двух клубов зависит от того решения напрямую. Спасибо. Сегодня я начну со второго вопроса. У меня точно такая информация, как и у Вас, по поводу того, что затягивается. Когда этот вопрос будет, не могу сегодня ответить Вам. По поводу металлиста и Карпат. Она волнует не только Вас, не только нас, она волнует футбольной общественности и не только нашей страны. Не знаю, по какой причине этот вопрос все время тянется и затягивается. Второй вопрос, пожалуйста, по лимиту легионеров. Но я далек от того, чтобы что-то где-то как-то запрещать искусственно. Давайте сначала мы поживем. То, что есть сегодня, то есть. Будем руководствоваться тем, что есть. А потом дальше нам сама ситуация, сама жизнь подскажет. В правильном направлении мы двигаемся для того, чтобы растить, извините, но вещи будем называть своими именами, тот товар, который будет иметь спрос на нашем рынке. Либо неправильно мы этим вопросом занимаемся. А сегодня говорить преждевременно о том, хватает этих легионеров, не хватает наших футболистов. Я думаю, менять пока ничего не будем. Анатолий Владимирович, у меня будет не вопрос, а предложение для разрядки. Александр Липенко, газета «Команда». Вы со мной, наверное, согласитесь, что у нас мало матчей пока в стране, которые стали бы праздниками футбола. Но это матчи национальной сборной, официальной кубок Украины, отчасти суперкубок, встречи там «Динамо-Шахтер», «Металист», «Днепр». Ну и все. Есть такая поговорка, носится как дурень со стопой. Это, наверное, обо мне. Вот уже много лет я ношусь с идеей, которая поддержала газета «Команда» и стала инициатором, что у нас прошел матч, называется он приблизительно «Звездопад», пускай. Звезды украинского футбола, которые играют в чемпионате украинцы, играют против звезд зарубежного футбола, которые играют в чемпионате Украины. В общем, украинцы легионеры. И вы знаете, я много говорил и с официальными лицами, и Ахметов это поддерживает, и Лучевску, и Блохин. Ну, многие поддерживают это, но почему-то возданы не там. Лет пять назад уже почти матч этот должен был быть проведен, и уже интерактивным голосованием в интернете определили болельщики футбола составы. И определили тренеров, но не составился матч в связи со строительством перед входом на Олимпийский стадион этого комплекса, потому что, ну, на матч пришло бы 1080. Я думаю, что такой матч для развития футбола, для популярности футбола можно было провести, вот недавно говорил два дня назад с руководителями Олимпийского стадиона, они согласны. Может быть, вы поддержите, и такая идея будет, я гарантирую, газеты «Команда» гарантируют, и мы журналисты гарантируем, что за два дня до этого матча, где бы не прошло, в Киеве, Днепропетровске, в Донецке, в Харькове, билеты все были бы раскуплены. Спасибо. Не всяких сомнений. Отличная идея. Более того, я с этой идеей знаком, когда мы общались, когда работал в ПФЛ, и эту идею нужно реализовывать. Единственный здесь, единственный вопрос – это календарь. Как втиснуть ныне действующий календарь, чемпионат страны, кубок, еврокубки, национальная, молодежная и так далее. Вот в этот календарь втиснуть. Давайте, не всяких сомнений, принимаются предложения. Давайте в рабочем порядке. Я думаю, что, Саш, ты занимаешься этим вопросом? Вы? Занимайся. Вот изучи вот эти вот вопросы, которые, если ты занимаешься, если кто занимается? Хорошо. Побеседуем. Идею мы будем эту поддерживать. И я думаю, мы ее реализуем. Спасибо большое. Следующий вопрос. Это и команда занимается. Спасибо. Подождите. Так, вопросов. Есть вопрос. Будьте добры. Микола Несенек, Динамо, Киев. Дуже приятно, что идет о массовый футбол. И эти слова повторяются уже два десятки лет. Третий пішов. А насправді, ну, то говорим собі, что мы подняли массовый футбол. А где, куди эти дети підуть играть? У нас есть места, вот что я не сказал пан Попов. Ну, вот ушел, ушел бенсонат. И чтобы все не жить этим людям. У нас есть Житомир, у нас есть Вінница, у нас есть Рівня, у нас есть много мест. Просто дитям нет, где играть. Иснует у вас какое-то бачение того, каким чином сделать, чтобы в таких местах были команды. Потому что иначе все же не пьут. Там Дніпропетровск, Киев, Донецк, нарешті. Я уже 20 лет про это запитую, а у нас все меньше и меньше. Сейчас соромно смотреться на вторую лігу. И если грает команда, то у дяди знайшлись гроши. Він десь заробив в селе собі команду, выявив другую лігу. Пограли, закинчились гроши в Ялті, пограли, закинчились. Понятно, вопрос понятен. Будь ласка. Вопрос понятен и чувствуется. Вы действительно говорите с болью в голосе об этом. И это не сарказм, это действительно так. Но вы же правильно сказали. 20 лет и 2 недели. Мы здесь 2 недели работаем. Полностью на вашей стороне. Проблема еще более серьезная. Вы смотрите, что у нас нет футбола сегодня серьезного в Житомире. Но есть 2 федерации житомирцев. Да и Винницы нет такого футбола. И там борьба даже идет за власть. Но футбола нет. Вначале люди хотят получить власть. А потом начат заниматься футболом. И это тоже есть проблема. Что касается непосредственно этого вопроса. Но поймите. Если мы сегодня не будем бережно хранить меценатов, у людей, которые свои деньги, подчеркиваю, у нас же нет льгот по налогообложению. Люди, которые вкладывают в футбол сегодня деньги, им нужно низко поклониться в ноги. И то, что сегодня вот проблема массового футбола, аматорского футбола, то прежде всего это нужно сделать Федору Ивановичу шпигу. Он на своих плечах за счет своих ресурсов содержит эту организацию по существу. И этим снимал затраты во многом Федерации футбола. Честь и хвала ему. И таких людей нужно, чтобы было бы побольше. Мы их будем беречь. Мы понимаем, что это не выход из положения. Но мы будем идти параллельным путем. Анатолий Дмитриевич говорил, Сейчас готовится рабочая группа по подготовке целевой комплексной программы развития футбола на 2013-2016 год. То есть на время каденции данной команды. Есть уже предварительные договоренности с определенными министерствами, ведомствами. Это будет серьезный документ, которым будет финансовая подоплека. И дело в том, что кроме того, что мы растим, вы говорите правильно, ушел меценат, куда все дети делись и где им играют. Мы же выполняем не только спортивную задачу. Мы же все с вами выполняем социальную задачу. Это одна из составляющих. И мы будем просить государственные органы помочь нам в этом. Это, наверное, главная задача в воспитании. Так что, видите ли, проблематика, которую вы затронули, важна. Мы над ней будем работать. И это не просто слова. Но будем работать комплексно именно в этой целевой программе, чтобы мы знали, сколько у нас денег есть государственных, сколько средств нужно привлечь извне и на местах. Спасибо. Следующий вопрос. Да, только, пожалуйста, вопрос на его вступление. Вопрос такого плана. Хотел бы просить помощи. У вас двоих, руководители украинского футбола, в плане освещения газетой команда аматорского футбола. Вот шпик прозвучало, спасибо. Но шпик создал команду, газету команду. И передал бесплатно. Вопрос. Чтобы газета команда с вашей помощью освещала аматорский футбол. Спасибо. Понятно. Вопрос понятен. Я думаю, этот вопрос мы переадресуем. Сейчас, одну минуту. Василий, как по-батюшке будет? Василий Петрович. Василий Петрович. Ну, скажите, пожалуйста, мне, ну, каким образом мы можем влиять на газету команда? Каким образом? Ну, нет у нас таких... Мы можем просить. Мы попросить. Сейчас я обращусь. Сейчас я обращусь о том, чтобы газета команда уделила побольше внимания развитию аматорского футбола. Буду вас слезно просить. В том числе... И другие газеты. Ну, конечно, и другие газеты, которые в состоянии. Вот уже ваша просьба озвучена из уст президента. Вот представитель команды хочет что-то, наверное, добавить в этом плане. Будьте любезны. Пожалуйста, да. Ну, если честно, то я хотел бы задать вопрос. Ну, а что касается... Вопросы задавать легче, чем на них отвечать. Будьте любезны, ответьте на этот вопрос. Ну, я, собственно, вопроса не услышал. Может, на желание я услышал, чтобы освещали аматорский футбол. Что вы ответите на пожелание? Могу сказать, что концепция газеты команда предусмотрена освещение профессиональных видов спорта. Поэтому здесь нужно обращаться скорее... Ну, я думаю, что изыскать можно возможность такую, чтобы найти там маленькую колоночку на последней страничке. Давайте договоримся так, что мы можем просто встретиться с руководством газеты, с руководством федерации и обсудить этот вопрос. Принимается такое. А теперь разрешите вопрос. Пожалуйста, пожалуйста. Я бы хотел вернуться к вопросу о встрече с первой Луиджей Калиной. Анатолий Владимирович, к вам такой вопрос. Как он воспринял, как куратор украинских арбитров воспринял назначение Василия Мельничука на должность главы комитета арбитров? Вопрос в контексте том, являются ли они единомышленниками и за кем будет последнее слово, если возникнет какая-то спорная ситуация. А вам, Анатолий Дмитриевич, по этой же теме такой вопрос. Вот передо мной лежит интервью члена нового исполкома, вашего соратника Николая Яропунова, который в своем интервью в газете «Николаевские новости» дословно сказал следующее. Уверен, мы движемся к завершению эпопеи, связанной с деятельностью Калины. в свете вышеуслышанного от вас, что вы будете выполнять контракт. Как вот можно расценить эти слова? Дело в том, что я не могу сегодня отвечать за то, что говорит господин Ерепунов. Только он появится у нас на исполкоме, мы этот вопрос рассмотрим на исполкоме и пусть он ответит сначала исполкому, как он дал такую информацию и почему. И потом я вам об этом сообщу. Это первое. Второе. То, что касается Мельничука, его назначили. Значит, у нас долгая была беседа, порядка двух часов. Это воспитанник, будем говорить на сегодняшний день, воспитанник Калины, потому что он его привлек в свой комитет, он ему доверял те вопросы, которые доверял, он с ним вместе отрабатывал всю систему их взаимоотношений и выдачи всего того, что накоплено в этом, в этой работе вместе с Мельничуком. Мы только завершили этот путь, назначив Васю Мельничука, завершили председателем комитета. Это единомышленники, это люди, которые мыслят и делают то. А руководить этим процессом, как Калина руководил, так он и дальше будет руководить. Я продолжу в этой части. Действительно, приоритеты никто не перераспределял. Калина подписывал контракт в качестве куратора украинского судейства, так он его и будет выполнять. Но у нас интересная ситуация создалась. Как вы знаете, должность председателя судейского комитета долгое время была вакантной. По причинам нам неизвестны. Может быть, пресса знает. Тогда нам расскажет, когда-нибудь на страницах. Как-то непонятно. Мне нравится, когда пресса активна, особенно в последние две недели. Так можете ж, когда хотите. Можете ж критиковать. Можете так вопросы поставить, так закрутить их, что где-то в носу закрутят. Все ж, ну суперпрофессионалы. Ну где ж вы были вчера? Но это вселяет надежду на то, что теперь все вопросы, связанные с освещением украинского футбола, будут так же происходить в ваших изданиях, как и за последние две недели. Я хотел бы на это надеяться. И в контексте вот этих всех случаев, которые у нас как-то... Люди пропадают. Люди появляются на других должностях. Место пустует. Никого это не интересовало. Никого. Почему так? Я думаю, эта информация к размышлениям, интересная публикация у нас появится еще. Теперь продолжение. Значит, согласно устава Федерации футбола, комитет должен возглавлять соответствующий сотрудник. Значит, долгое время пустовало... Это должность, вернее, не было заполнено. Значит, в соответствии с уставом, исполнительный директор Федерации футбола предложил кандидатуру Василия Григорьевича Мельничука. Почему Мельничука? Тоже вопрос однозначно прозрачный. Значит, если вы сейчас поднимете историю, последнюю, то никто иной, как Калина, привлек Мельничука к активной деятельности в комитете. Более того, никто иной, как Калина, предложил Мельничука делегатам УЕФА. До сих пор, к сожалению, по причинам от нас независимых, ведущий наш арбитр за историю независимой Украины, который единственный, подчеркиваю, проводил матчи группового турнира. Матч, да? Отлично. Вот мне нравится, когда помнят. Хорошо хоть один тур. Да, но кто еще? А вот те, кто не проводил и был далек от этого. Подожди секунду. Я извиняюсь, чтобы сократить это все, этот разговор наш, я имею в виду время немножко выиграть. Вы понимаете, в чем дело? Вот такой интерес сегодня к Калине. У меня лежит миллион сегодня заявлений от клубов, от граждан, от любителей футбола, вообще от людей. И у меня с Калиной был разговор. О чем? Я говорю, скажите, господин Калина, мы с вами должны одинаково смотреть на ту проблему, которая создается у нас в плане судейства. Мы должны уважать людей. Я, как президент Федерации футбола, сегодня, возглавляя общественную организацию, я обязан отвечать людям. Я буду отвечать. Но вы вместе со мной, пожалуйста, отвечайте на вопросы, чтобы мы одинаково смотрели на те вещи, которые происходят. Вчера не было такого интереса ни у вашего издания, ни у других. Такого интереса к Калине. У меня просто появляется этот интерес. Регулятор проводились предклубы сейчас? Значит, я... Нет, я понимаю. Проводились предклубы. Значит, когда был Конгресс, вот смотрите, о чем идет речь. На 2-го числа на Конгрессе господин Калина вышел с отчетом. То, что я услышал, она меня, ну, как-то, в общем, как человека задела, как гражданина задела. Потому что господин Калина приехал помочь нам. Дай ему Бог, и мы будем все делать для того, чтобы он свой опыт, свои знания отдал здесь и получил нас жизненному футболу, такому, будем говорить, судейству. А вот то, что касается его выступления, он сказал, ну, я пришел, тут было 3, ну, не помню, сколько я сказал, 3 человека с избыточным весом и несколько человек, которые не видели. Это правда? Да. Это правда? Нет, то, что он сказал, я говорю, это правда? А это правда вообще-то, то, что сказал Калина? А вы что, этого не знаете? Я знаю, что у нас было плохо с судейством. Я знаю об этом. Но не настолько, насколько сказал Калина. Были проблемы с судейством, да, но не настолько, насколько сказал сам Калина. Это что, не правда? На каком уровне? Вот вы сейчас задали на каком уровне. Сегодня мы на каком уровне? Сейчас мы обслуживаем, по крайней мере, одна наша бригада едет обслуживать матч группового турнира «Алисия Европы». Я не буду сейчас сдаваться, да. Можно я? Потому как бы специфика вида деятельности мне несколько более близка, чем к Анатолию Дмитриевичу. Я бы хотел так, давайте на все вопросы, я могу отдельно, давайте так, посвятим одно из заседаний проблему судейства. Вот встретимся с Калиной вместе и побеседуем. Много вопросов, но я хочу единственное, чтобы подвести черту, чтобы не занимать. Наверное, не самое главное у нас в футболе судейство, да. К сожалению, что случилось, что он где-то во главу угла становится в силу обстоятельств. Будем менять ситуацию, перераспределять. Но, закончу мысль, вернее, ваш вопрос относительно взаимоотношений. Калина Мельничук. Мельничук поможет Калине. Он об этом знает. Вчера встречался Мельничук с Калиной и с Лучаном. Они перераспределяют функциональные обязанности. Но первое условие, которое удовлетворило и Калину, и Мельничука, Мельничук помогает Калине. Вопросов в этой части нет? Спасибо. Следующий вопрос. У вас величезные планы. Дуже много проектов вы планируете работать в будущем. В связи с этим вопросом, бюджет Федерации, он будет больше, меньше или остается на таком уровне? Но, насколько я понимаю, когда приходит новая влада, она как раз первыми делами расписывает финансовые потоки. Бюджет, бюджет. Расскажи, Анатолий Владимирович. Значит, коллеги, давайте так. Тут как бы уже столько Анатолию Дмитриевичу приходится отвечать на телефонные звонки, вы себе не представляете. Просто. Значит, приемы, звонки, что будете делать? А как вы думаете? А что? Даже кандидат в президенты задавали вопросы. Здесь коллеги, наверное, же, знания те есть. А что будет делать Коньков, когда станет президентом, с закарпатским футболом, что он находится в загоне? У меня вопрос. Причем здесь Коньков к тому, что в загоне находится закарпатский футбол? Вопрос-то, по-моему, не по делу. Правильно? Что касается бюджета. Как сказано одним из руководителей Федерации футбола, мы в закромах оставили немало средств. Вот сейчас мы считаем по сусекам, скребем, подсчитываем, что у нас осталось. Те цифры, которые вы видели на экране, на Конгрессе, вот мы сейчас их изучаем. Часть денег, там большие цифры, десятки миллионов, часть денег, оказывается, еще не дошли. Но сумма же назвали. Они придут. А есть текущие платежи, есть контрактные обязательства перед партнерами, юридическими, физическими лицами, которые мы на себя не брали. Но мы их должны выполнять. Эта тема очень интересная. Это тема для отдельного разговора. Сейчас мы изучаем. Более того, когда сейчас в прессе звучит такой, значит, месседж, они какую-то комиссию создали, что-то на складе пересчитывают, им мало ревизионная комиссия же все рассказала. Ребята, берите документы ревизионной комиссии и приступайте. А что там смотреть? Там все в порядке. Ну, надо же посчитать скрепки, кнопки, футболки. Надо же, это же нормально, это же ничего особенного. Пришла команда, потом же скажут, подождите, а где это все делается? А скажут, да мы же не посчитали, там же нам бумажку дали. А кто считал? Никаких вопросов к руководству федерации у нас нет пока. Мы посчитаем все, подытожим, выйдем на цифры, а может их больше еще получится. Но есть платежи, которые мы не знали, что они есть здесь. Мы не готовы были к ним. Мы вообще были в неведении, что такая система существует.